Добрый день, друзья! Добрый день! И у нас сегодня очередная кухня инфодайинга. Мы немножко вам расскажем о том, что было на этой неделе и будет на следующих. По сути дела, эта неделя у нас выдалась административная. У нас было много встреч, у нас было много... Я никогда не общалась с таким большим количеством умных дядек, причем очень даже хорошо воспитанных, образованных и доброжелательных. И вы знаете, это все увенчалось. Вот сегодня мы получили письмо. Правда, нет белорусских дядек. От белорусских дядек мы получили письма раньше, и будут еще письма. А это пришло письмо из Евразийской патентной организации. И это первая победа. Уведомление о положительном результате рассмотрения ходатайства, о проведении экспертизы евразийской заявки по существу. Да, о положительном результате формальной экспертизы. Есть. Прошел год, прошла экспертиза. 25 июня 20... А нет, 12... Нет, 25 июня 21 года мы подавали заявку, и нам был присвоен номер. И на сегодняшний день... Прошел год, и мы получили уведомление о положительном результате. Вы знаете, это победа, это победа для белорусов. Белорусы, гордитесь. Инфодайинг – это открытие в нашей стране. Пока большинство людей даже не понимают, о чем идет речь. Но это то, что, в общем-то, изменит общество и мир. Это, знаете, это как открыть гигиену в средневековье. Только в данном случае речь идет о психической гигиене. Это как открытие электричества Теслы. Это как... Но вот это как человек поймет позже. Намного позже. И мы понимаем, это вот как принести мобильный телефон на остров Мумба-Юмба. И это тяжело воспринимается. И даже объяснять с великим умом очень тяжело, что мы делаем. И когда нас просят, объясните, пожалуйста, что такое инфодайинг в трех словах. И ты смотришь, и конкретно ты думаешь, что в этом племени мы начнем про мобильник говорить с того, как устроена сотовая связь, или с того, как устроены микросхемы, или что можно делать с этим мобильным телефоном. А может просто показать, как им пока можно колоть орехи. То есть вот мы столкнулись с этой проблемой. И мы видим, что медленно входит в общество. Но входит. И вместе с инфодайингом в общество входит искренность, открытость. Входят другие подходы во взаимоотношениях. Другие взгляды на жизнь. Другие взгляды на общение, на культуру, на все остальное. Это полностью изменит сознание человека. Это о развитии. Это о выходе из деградационного тупика. И этот процесс начался здесь, в Беларуси. И этот процесс в Беларуси прошел документальную экспертизу. И на инфодайинг будет выдан патент. На самом деле, я сегодня была счастлива. Я звонила, благодарила этих людей, которые занимались нашим патентом. Мы счастливы. И Ирину эту новость встретила за рулем. Вова тоже. На самом деле, у нас сегодня такое приподнятое состояние. Потому что мы понимаем, что очень большой кусок сделан. И теперь следующий шаг. За этим шагом будет еще три патента. Три патента, которые также пойдут от Беларуси. И дальше по всему миру. Вот с этого начинается движение. Мы понимаем, что первый ключевой шаг мы сделали. Для этого мы много работали. Для этого мы написали на сегодняшний день 8-9 книг. Для этого у нас очень много наработок с больными детьми. С выходом из аутизма. Из других заболеваний. На самом деле, у нас очень большое количество консультаций. Практической работы за это время. Мы практики. Мы все делали через практику. И продолжаем делать. Но то, что это первый шаг в социализацию. В признание того, что мы делали. Это да. И этот шаг сделан. На сегодняшний день мы работаем дальше. Двери открыты, я хотела сказать. Двери открыты, да. Двери открыты. Двери открыты в официальную психологию. И физиотерапию, наверное. Психотерапию не очень. Нейрофизиологию. Вот так. Вот я бы тоже сказала. Наверное, ближайшие люди, кто будут заниматься инфодайвингом плотно. И для кого инфодайвинг будет спасительным элементом и движением в науке дальше. Это нейрофизиологи. Нейрохирурги. Нейро... Ну да. Это не все, что связано с нейро. Вот это... Мы как нейропсихология. Ну ты знаешь, сейчас много красивых слов. Очень много красивых слов. Главное, чтобы они отражали суть и результаты практической работы. Очень много говорится. И очень много говорится бестолково. Человек не может оторваться от объективной реальности. Ему очень сложно. Он все равно начинает выносить ответственность на нейроны, на мозг, на еще что-то. А то, что это его жизнь, это его нейроны, это его мозг, как-то и соответственно ответственность на нем, а не на мозге. Это мозг не так устроен. А я никто. А я никто, и звать меня никто. А ты кто? Я подчиняюсь мозгу. Да, я подчиняюсь мозгу, я подчиняюсь... Да ты точно так же и анусу подчиняешься. Какая разница, сверху или снизу? Вот эту саму суть. Саму суть люди не хотят принять. Они выносят ответственность на физиологию, потому что они с ней ничего не могут сделать, потому что не хотят разбираться с психикой, не хотят навести в своем мусоре порядок. Вот когда в мусоре будет порядок, тогда и тело будет здоровым. Вот как-то так. В общем, первую часть социализации инфодайвинг прошел. И инфодайвинг это открытие, которое совершено в Беларуси. И Евразийская патентная организация закрепляет это право, юридическое патентное право. Итак, следующий наш раздел, о чем мы сегодня поговорим, мы поговорим о консультациях, о том, как мы двигаемся дальше на этой неделе. А мы двигаемся, и у нас меняются формы работы по консультациям. Мы объявили не так давно открытые консультации. На самом деле очень много заявок, и мы на сегодняшний день уже расписаны на месяц вперед. И не все можем выставить даже в расписании. При нашем плотном графике получается, что мы вынуждены будем открытые заявки брать окнами. Вот когда вы будете видеть открытое окно, значит идет на бортом. Берем энное количество консультаций. Потом окно закрывается, и какое-то время, месяц-два заявки мы не принимаем. Потом снова будут открываться окна. Потому что брать сейчас на осень, ну как-то глупо. Нам надо разобраться с тем, что мы взяли, довести, и потом брать следующую партию людей, с кем мы будем работать. Либо менять условия, либо брать под конкретные заболевания. Мы уже к осени определимся, как мы будем в дальнейшем брать. Потому что мы же сами в этом формате заинтересованы, чтобы наработать опыт работы с конкретными болезнями. Поэтому вот по открытым консультациям следите. Когда открыто, значит вы можете подать заявку. Значит мы набираем. И возможно будет даже стоять, на какую тему мы набираем. Для всех остальных пока работает обычная консультация. Но у нее также меняется формат. Мы заметили, что на сегодняшний день очень круто, особенно по аутизму. Но мы будем об этом говорить в непредсказуемом формате на следующей неделе. Очень круто работает чат мам. Но очень часто идет завал в болталку. Но у нас написаны уже 4 книги по чату, где собраны основные осознания, озарения и так далее. Они еще не изданы. Издана только одна книга по особенному чату. Поэтому вот когда будут изданы все 4 книги, но основное внимание будет на то, что вы сами читаете эти книги. И уже потом сами решаете, будете ли вы работать в чате. Потому что меняется контингент людей, кто к нам обращается с заявками. И для людей, которые действительно заняты на работе, либо же те, кто действительно занят в творчестве, ну и просто не хочет, чтобы звучала его фамилия, в силу того, что фамилия известная, значит, мы в этот чат уже людей не будем добавлять. Либо добавляем только исключительно с их согласия. И они могут не проявляться в этом чате, не писать, не задавать вопросы. Все равно они работают с нами лично. Но тогда для этих людей остаются книги. Для вас остаются книги, потому что вот этот процесс осознаний, он все равно внутри должен случиться. Осознать, где вы не так относитесь к своему ребенку, где вы подменяете любовь, где вы неискренни, где вы лживы, где над вами давлеют страхи, где отключается разум, где не работают чувства. Много моментов. И это все вот через книги постичь можно. И плюс с нами прямая работа. И эта работа, получается, она будет такая волновая. То есть идет консультация. Дальше вот плотно, когда нестабильная система, недели две идет очень плотная работа. Потом она идет плавно под наблюдением. И потом снова работа, снова работа. То есть мы по шагам будем двигаться вместе с вами на выход. И по сути дела мы сейчас так и работаем. Но очень часто человек уходит как бы в чат, на самотек, теряет с нами связь. И потом, ну что-то изменилось, что-то не изменилось. Потом выплывает через год. Иногда с очень хорошими результатами выплывает. Но уже с другими какими-то вопросами, с другими темами. Так связь не будет теряться. Мы с вами будем продолжать общение. И вы будете на личной связи длительное время. А те, кто хочет работать в чате, чат будет продолжать работать. Там будут продолжать случаться осознания. В чате очень много подсказок по тому, как там использовать какие-то диеты. Как, как, ну то есть практически подсказки, помощь. Опять-таки помощь по реализации, помощь по выходу самой мамы и папы из аутизма. В чате подсказки всегда можно найти. Поэтому мы будем совмещать разную работу. Нам важен результат. Далее. То есть формат обычных консультаций, он останется форматом обычных консультаций. Открытые будут уже то открытые, то закрытые варианты. Дальше. У нас на этой неделе, вот сегодня, будет с вами лекция на тему, как женщина разрушает мужчину. Эта лекция невероятно важна с точки зрения здоровья. Потому что на 80% здоровья семьи зависит от психического здоровья женщины. На 80%. Правила пары – это лишь на 20% от психического здоровья мужчины. Поэтому, чтобы женщина осознавала, где и как, и что она делает, почему у нее болеют дети, почему у нее случаются проблемы с мужем, для этого мы и будем говорить сегодня на лекции, чтобы человек зафиксировал эти моменты. В 20 часов вы можете подключиться с платформы Сабришин. А в 18 часов сегодня с нами встретиться в режиме вопрос-ответ. Это наша стандартная тренировка. Когда вы задаете вопросы, в первую очередь мы отвечаем на вопросы за благодарности на Сабришине. На эти вопросы мы на все отвечаем. И дальше мы отвечаем на YouTube на канале Натальи Зайцева «Инфодайвинг» под стримом. Вы можете там тоже задавать вопросы. И мы оттуда уже выбираем те вопросы, которые нам интересны. Чем интереснее вопрос, тем интереснее ответ. И мы сами заинтересованы в том, чтобы были наиболее глубокие, серьезные вопросы. Потому что нам интересно нырнуть в них. Потому что Ирина ныряет в прямом эфире. И это тот момент, когда мы нарабатываем вот такую работу с информацией практически в режиме онлайн. Когда мы не грузимся глубоко. Когда мы просто настраиваемся на человека и четко знаем информацию, которую мы выдергиваем из подсознания. Кстати, спасибо большое всем тем, кто написал после последнего вопроса и ответа мне письма. У нас было стопроцентное. Сказать, что это попадание. Просто да, слово это... Обратная связь, где люди пишут 100% так, как вы сказали. Это не попадание, это знание. Это знание. То есть сказать, что есть где-то информация, в которую мы попали, это глупо. Это информация в нас. Мы не попадаем. Мы ее знаем. Мы не попадаем. Мы ее берем из себя и говорим, что у вас это так и так в вашем подсознании. И иногда люди не соглашаются с этим. Это после непредсказуемого формата по инсульту. Я тебе вчера пересылала сообщение, когда я слушала этот вот, но это все не так. У моего мужа все не так. Ну, конечно, ты же себя не хочешь видеть в отражении, если по правде. А когда начинаешь видеть, то ты понимаешь, что все так, на 200% так. Ну, это же больно себе в этом признаться. Вот, поэтому это тоже будет у нас в работе дальше. Дальше. У нас на этой неделе будут две открытые консультации, которые по плану уже стоят. Они ждут в своей очереди уже сколько, наверное, на неделе, две или три. И не помню, давно поставлены. Первая тема позвоночник. Вторая тема одиночество. То есть во вторник позвоночник, в среду одиночество. Мы будем разговаривать, общаться и прорабатывать, ну, вот в открытом формате решать те вопросы, которые можно решить, исходя из того, что мы видим в подсознании человека. И будем учить вас видеть это все в подсознании человека. Если есть желание, вы можете присоединиться. Открытые консультации сейчас у нас будут начинаться в 18 часов. А потом уже повторные, так как у нас большое количество консультаций идет, повторные будут начинаться в 17 часов. Так что вы смотрите там по расписанию. Время смотрите всегда. Время смотрите внимательно. Да, внимательно. То есть вы дату видите, а время будет меняться. Время будет смещаться на раньше. Из-за повторных. Из-за повторных, из-за того, что у нас еще есть обучающие программы. Мы все не успеваем. Мы об этом и говорим. У нас есть закрытая консультация, у нас есть открытая консультация, у нас есть курсы, у нас есть книги, которые надо писать, у нас есть новая информация, которую надо готовить на новые программы, которые поставлены, и двигаться дальше, чтобы не останавливаться, потому что зависнуть легко, а потом интерес теряется, и вообще можно потом не сдвинуться с места дальше. Мы находим вот те вещи, которые реально очень интересны. Болезни, кстати, уже книга «Инфодайвинг болезней» написана очень большой кусок, точно так же, как большой кусок «Инфодайвинг иллюзионист». Это еще две книги, которые планируются к выпуску позже, и уже заканчивается вычитывание парадоксального восприятия. Скоро, скоро, скоро оно уже пойдет в коррекцию. Дальше. На этой неделе у нас в видеозаписи в повторе две офигенные программы. Они однодневные, будут идти с 19 до 22 часов. Это программа «Инфодайвинг. Стыд» и программа «Инфодайвинг. Страх. Стыд и страх». Мы просто раскладываем и даем прожить, прочувствовать, что это такое, осознать это в себе и использовать этот ресурс, который вы в этих всех вещах находите. В этих состояниях сделать их, перевести в любовь, в радость, в счастье, для того, чтобы ваша жизнь была полной чашей, а не набором страшилок и замкнутостей. Ну, плюс потом, который трансформируется в заболевание. Вот эти программы в записи будут идти в среду и в четверг с 19 до 22 часов. И мы ответим на ваши вопросы прямо в чате. Там в чате вы будете задавать вопросы. Чат буду читать я, и мы ответим на ваши вопросы прямо в чате. После курса. В среду тоже, да? Да, в среду и в четверг. В среду же у нас и открытая консультация в шесть. В шесть консультация, заканчивается консультация и начинается курс. И у человека как раз хватает. У нас тема одиночества на консультации как раз хватает времени на то, чтобы перейти. То есть где-то часовая консультация будет. Без опозданий начнется. А вот курс может начаться чуть-чуть, не с небольшой задержкой. Вот это расписание на эту неделю. И у нас в пятницу будет непредсказуемый формат. Из болезней мы взяли, не болезни, а климакс и андропаузу. В закрытом формате с платформы Сабришин мы расскажем под основу те моменты, где человек неосознанно дает согласие, настроение, как это происходит, как работает физиология и что происходит в физиологии, если взломать эти программы. Когда мы вот сейчас слышим, мы же сначала говорили, когда мы только со старостью начали заниматься, мы говорили о том, что человек в процессе жизни соглашается на старение и принимает эти программы, принимает, принимает, принимает как фильтра и поэтому устареет. И я смотрю, сейчас много психологов начала на эту тему повторять ту же самую мысль. И, ребят, программа старения у нас установлена до трех лет нашими родителями. И дальше вы в социуме хоть головой в стенку бейтесь, но вы можете чуть-чуть подвинуть, что там морщинки лягут на пять месяцев позже. Но это незначительное изменение. Ключевое программное обеспечение заложено в нас до трех лет. И при взломе этого программного обеспечения происходят очень интересные фейерверки в психике. А вот в пятницу мы даже сможем продемонстрировать это на человеке, на женщине, на одной. Мы верим на ком. Но сам факт, что вы сможете это прожить, прочувствовать прямо в загрузке во время этого непредсказуемого формата и понимать, насколько это глубокие психические процессы. Это не просто согласие на старение. Так, это пятница, непредсказуемый формат, климакс и андропауза. Но так, жизнь течет. Мы продолжаем работать. Мы продолжаем читать чат. Сейчас он больше работал эту неделю в самостоятельном режиме. Где-то мы вот какие-то свои ремарки выносили, но мы видим, что лето. Детки набираются сил, детки готовятся к школе. У кого-то родители очень сильно нервничают, те, кто не так давно начал заниматься инфодайингом, штурмуют своих детей, чтобы они к школе обязательно пришли подготовленные, заговорили и соответствовали нормам и требованиям каких-то учителей. А вот и нам приходится говорить, стоп, 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 дорогая мамочка, у тебя с мозгами не все в порядке. И возвращать маму в нормальное русло. А где же любовь? А где же, где же принятие твоего ребенка? А где же, а где же ты? А кто для тебя важнее, учительница или твой ребенок? А может, имеет смысл сдержать ребенка на год? А что случится, если ребенок не будет разговаривать в школе и так далее? У нас очень много моментов. То есть, вот это Сделайте мне ребенка здорово-здорово здесь и сейчас, а я вам заплачу любые деньги. Вот это у нас не прокатывает, вы это знаете. Ну, мамы наши знают, а люди, кто с нами не работал, не знают. Вот. И в какой-то момент, когда вы полюбите этот мир аутизма, полюбите ребенка любым, вдруг ребенок начинает говорить, вдруг ребенок начинает ходить на горшок, вдруг ребенок. Да, ведь этот ребенок это вы. Этот ребенок это вы, в отражении зеркальном. Ну, вот такую работу мы ведем постоянно, планомерно. Сейчас очень много взрослых у нас добавилось, вот с открытыми консультациями и много обращений в консультации идет именно взрослых. Спасибо, идет наработка по разным заболеваниям. Даже те заболевания, которые мы не хотели брать в работу, все равно находятся люди, кто нам впихивают эти заболевания. Ну, что делать? Такова жизнь. И эту жизнь создаем мы, и не просто так эти люди появляются в нашей жизни, и не просто так, не просто так, не просто так. Мы это все видим, понимаем, это наши запросы, это наши зеркала. И мы с любовью и благодарностью продолжаем работу. Не останавливаемся. Если вам интересен инфодайинг, вы можете зайти на платформу Subrition.com, пропустить страницу про аутизм. Я никак ее не перенаберу новую, у меня не хватает времени ее набрать по-другому. Вот, поэтому страницу про аутизм пропускаем, и переходим дальше плавно к этим остальным разделам. Если вам нужна подробная информация, современная, более-менее, ну, вот такая, вы заходите на сайт pup.by, pup.by, этот сайт продолжает работать, но опять-таки, в раздел расписания, там не заходите, оно не обновлено, я тоже не успеваю его набить. Поэтому расписание смотрите на Subrition. Оно там единственное правильное, в режиме онлайн. И самое главное, смотрите наши анонсы, вот в режиме онлайн, вот в живом режиме, когда мы говорим, завтра будет это, мы обычно за день, за два предупреждаем, завтра будет это, послезавтра это. Почему так? Потому что иногда мы вдруг выходим на какие-то офигенные слои в психике, и мы сами в восторге, и мы горим этим поделиться, потому что мы там, мы видим возможности, и вот в этом потоке осознаний мы доносим значительно больше информации, чем мы ее донесем, когда мы придем академически и начнем вам что-то рассказывать. Поэтому вот эти моменты взрывные, а мы сейчас сидим конкретно в болезнях, в разных болезнях, да, с разных сторон заходим, и мы, ну, больше нас, конечно, сейчас интересует сердечно-сосудистое заболевание, ну, мы с головой в них сейчас погружены, но, в принципе, есть интересное заболевание, как-то онкология ушла на задний план, интерес стал теряться, потому что более-менее с онкологией уже выстроили, да, то, как надо работать, то есть наработок много, блин, и это так интересно, и ты не можешь охватить всю эту психику, и там интересно, и там, и там, и там, и там. Психика, она вообще сама по себе интересна. Она интересна. Ты ныряешь, и глубины, каждый раз эти глубины бесконечны. Ты открываешь для себя каждый раз новый мир, и это невероятно интересно. А еще, знаешь, мне очень понравилось работать с информацией в коллективном. Я просто тащу землею. Вот действительно, для того, чтобы где-то взбаламутить информацию, да, надо сделать вброс. Вот просто камень на поверхность озера кинул, и неважно, куда ты даже кинул. А потом ты смотришь за волнами, куда четко придет волна, и потом видишь в отражении, что это отразилось, эта информация. И сейчас столько отражений мы ловим, то, что мы навкидывали, и я реально испытываю восторг. И мы ловим на разных уровнях. И здесь, вы знаете, мне очень нравится, как меняются какие-то, ну, какие-то моменты даже по жизни в Беларуси. Новые законодательные акты принимаются, больше порядка становится, доброжелательность появляется, и как-то вот, ну, я просто вижу это в зеркале, и я тащусь. Я тащусь от того, что это все идет, развивается, это все развивается в плюс. Мы все-таки живем на земле богов, и боги должны проснуться когда-нибудь. Когда-нибудь боги должны проснуться и вспомнить, что они боги. И тогда будет кайф. А тяжело просыпаться, когда такая погода, когда на улице плюс 33, и всех входят таким лявые. Да? Да? И на этой прекрасной ноте мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Интересен инфодайвинг? Подключайтесь к платформе Subrition.com Субтитры создавал DimaTorzok